Маньчжурский орех И когда разговор с соседкой был закончен, я отдельно от нее сделал несколько фотографий умирающих яблонь. Причем умирают у нее даже трехлетние яблони. Это грустно, это жутко. Это кольцо, это последний яблоневый сад. У меня как бы пять соседей, с кем я контактирую, с заборами. У Серега уже все уничтожено. Идет уничтожение яблони, известной болезнью. Последняя фотография я сделал. На вебинаре как-нибудь расскажу, покажу. Чем отличается вот этот участок со совершенно здоровыми деревьями? А вот знаете, чем он отличается? Соседей нет. Нет соседей, нет заразных деревьев. Там дорога. Здесь заброшенный 30 лет, как заброшенный сад. 25, как погиб хозяин. Там бурьян сплошной. И там за забором тоже пытаются продать дом. Сплошной бурьян. И больше ничего нет. Садов нет. Не тут, не тут, не тут, не тут. Я имею ввиду культурных яблонь. И вот у меня вот этот островок остался. Вот он. Сейчас уже осень начинает желтеть кое-где деревья. Ну, задержалось лето. Ничего вовремя не вызрело. Ни побеги, ни листья. Все стоит, почти все стоит зеленым. Интересно, что вот этот абрикос этот, который, ну это про яблони. Вот видите, это европейцы желтеют. И вон там европеец, вон он желтеет. Персиковый абрикос измельчавший. Вот. И тот, и тот. Это их особенность. Уже можно к бирке не смотреть. А яблони, ну вот, наконец, упали. Знакомьтесь. Это у меня второй урожай. Первый был на том участке. Вот. Это коричное. Так оно называется. Не называйте его коричневым. Коричное от слова корица. Вот. Яблоньки. 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 Вот они совершенно здоровые. И все равно страх живет в моей душе. Но я же еще и как бы спортсмен. Вот есть же люди азартные. Играют в карты. Смотрите. Вот это вот. В отношении первое у яблони. Яблочко поменьше. Это яблочко побольше. Я проиграл. Не спор, а краское соревнование. Своему другу. Фильм вчера снял. Специальный. Тоже небольшой. Короткометражный. Вот. Дмитриевичу. Дело в том, что вот это яблоко, оно где-то весит грамм 450. А его яблоко я взвесил уже на весах. Вот. А весы в городе. Яблоко в городе. И вы его видели в фильме. То есть этот же самый сорт. Вот. Правда, что оно отсюда, сейчас покажу. Вот видите, последний висит. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она. Вот, 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 вот. Вот. Значит, я уже собрал с него таких штук 20. Все такого размера. От 400 до 500 грамм. И когда они полус гниют, семечки поедут. Ну, есть, я их называю избранными. Это те, кто считает меня своим учителем. Или просто очень не учителем, но наставником, или даже просто другом. Я же люди самостоятельные. Не хуже меня разбирающиеся. Вот для них я вот эти семена буду сохранять. Почему мы здесь? Ну, хотел сказать, что да. Я проиграл соревнования. Яблоки с дерева Чернобаева. этого сорта на 50-100 грамм. Самый крупный оказалось крупнее. Вот. Я бы, конечно, больше бы расстраивался, а я вместо этого горжусь. А почему я горжусь? Так, это яблоко бросаю на место по дереву, пусть дозревает. Вот такая вот эта. Вот она такое. Вот. Дело в том, что Чернобаева, веточка, попала из моего сада. И, наконец, я лишь раз подтвердю, вернее, скажу, что, да, вы видите, прекрасный урожай. Ой, урожай. Можно сказать, урожай веток. То есть, приросты, вот они метровые, почти метровые, там есть даже больше, чем метровые, и они не будут срезаны, ни один. Я страшно боюсь той беды. Вы представляете, фотографию-то я сделал, и увидите на вебинаре полумертвые деревья с прекрасными плодами. Вот. Это последний сосед, у которого еще есть несколько яблонь, но они все уже живые мертвецы. Вот. Я хочу, чтобы мои яблони жили. Вот этот островок останется навсегда. Когда я был, дело в том, что я очень уважаю Ленина Дмитриевича, он не мой ученик, он самостоятельная личность. Вот я его называю, учитывая, что мы все, кто торгует саженцами, можно считать профи. Я его называю лучший садовод-любитель Сибири, Урал и Дальний Восток. Любитель. Вот. И вот он в разговоре со мной в том фильме, что сказал. Надо взять, прививать, ну, боюсь набрать, но это так, или сотни, или сотни саженцев, яблонь, и ждать, 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 вот, чтобы произошел, естественно, отбор, и какие-то из них остались в Сибири навсегда. Хорошая мысль, вопрос, кто это будет делать? Кто это будет делать? Вы представляете, у меня на том участке одна единственная яблоня, вот такая, да? Сюда я перенес, здесь специально один саженец сюда, это две, у Чернобаева три, а если это чудо, 500-граммовое, в одной части исчезнет, знаете, как деревья погибают у нас, уже по всей Сибири, и я почти уверен, что они придут в Европу. Придут, потому что у нас началась пять лет назад от этой эпидемии, ничто ее не предвещало, кроме одного. Резали, 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 резали деревья и дорезались. Болезнь начиналась с обрезанных. И, ладно, грустную тему я заканчиваю. Вот, посмотрели, прошли страшнейшие, самая сырая весна, лето и осень, сегодня редкий день, сегодня, по-моему, 3 октября, редкий день без дождя. Вот, посмотрите, где она, парша, посмотрели, посмотрели. Эти деревья не ослаблены обрезкой, так же, как абрикосы, видите, вот они, смотрите на эти чудеса. Ладно, я уже опять, кто про что, посмотрите на эти, роскошные абрикосы. У меня есть такая, знаете, еще пару минут, вот этот абрикос называется, вот такое название, совершенно мне не знаком. Ах ты, надо бирку смотреть. В общем, получается так, что я с него брал черенки, рассылал, но не всем, а только тем, кто готов рисковать, я в скобках писал. Так, какое название-то у него? Вот, ну, в общем, разошлался к 20 черенков, он после этого еще гуще стал. Так, я писал, не плодоносил, что я разошлал людям. А он взял в этом году и не дал ни одного плода. Вот, другие дали, вон, дали эти, самые, это, приморские, бродско, вон они какие. А эти не дали. Представляете, что у людей вырастет, я не знаю. Так, что за сорт-то? Рассылать или нет, семена. А, вон, нашел, нашел, нашел. Миндальный, понятия не имею. Я железовый, не имею понятия, что за брюк, а посмотрите, какой лист, а посмотрите, сколько в нем здоровья. Посмотрите на эти приросты. Вот там приросты, да, от полу метра и длине. Ой-ой-ой, резать, не резать, кушать хочется. Вот они, плодовые, вот они цветы, видите? Вот их тут тысячи, если в сумме, десятки тысяч, до самых верхушек, видите? Вот вам здоровое дерево. Вот эти только, желтеет только уже, который год. вот это персиковый мичурин, о нет, абрикос персиковый, вот, и все в него рано происходит. Но плоды оказались мелкими, вкусные, но настолько мелкие, а ждал чудо. но что делать? Не знаю. Нет, знаю. Не знаю, надо ли это, про это чудо вам рассказывать. Груши уже плодоносили. А, висит, 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 висит. Вот она, единственная, я считал, что их тут нету. Эх, не могу попробовать, надо ждать, пока упадет. Вот, а дело в том, что на этом дереве нет бирки. Вот, а, я уже знаю, что за груша. Вот она, это космическая. У нее такая особенность. Видите, где плодоножка прикрепляется? Только она имеет такой наплывчик. Здорово, да? Ну, вот я и открытие сделал с вашей помощью. Но мне дальше нельзя говорить, потому что очень плохо наш брат, зритель, выдерживает длинные фильмы. Надо закругляться. Кстати, вот это дерево я уже вижу. Вот, оно еще не плодоносило, я уже знаю, что это такое. Вот. Ну, это отдельный разговор. Дождемся урожая и будем ждать новых чудес. Вот. Еще дойти до беседки. нет, хватит на сегодня. А то меня остановить невозможно. Еще раз посмотрим на яблони. Вот. Кстати, это груша. Посмотрим на яблони. Нет, это тоже груша. Посмотрим на яблони еще раз. Вот она. Вот. И так далее, и так далее. видите, питомник. Ну, еще минутка. Вот. Вот он такой. Сейчас вы видите на нем яблони. Видите, что они совершенно здоровые. А годом раньше двумя здесь росли абрикосы. Лучший из абрикосов. Я его приглядел вверх. Сережа. Вот, видите, что здесь написано. Абрикос даже не без. Лучший из них, я говорю, Сережа, я вешу ленточку для начала, и мы его не трогаем. Вот. Вот это есть, естественно, отбор. Вот они, кстати, эти самые. Ну, это уже посадки. Вот, лучи, это здесь они были, здесь они все проданы. Лучий из лучших остался навсегда. Естественно, отбор по железу. итак, сел на любимого конька. Еще раз, питомник, это будущий маточный сад. Здесь, смотрите, вот так вот, из-за того, что в Сибири для нас не нашлось места, мы калечим почву, чего я других учу не делать. Вот здесь растут, в данном случае, груши, вот там яблони, это все питомник. А чуть раньше, чуть раньше, ну, только один пример, ладно. А, абрикосы, какие красавцы. То, что вы видите, это вьюн, не думайте, что он дохнет, абрикосы, это вьюн, портит нит. Вот, и на третий год, вы видите венгерку, которая осталась навсегда. И так далее. Все, вы поняли, питомник, это будущий маточный сад. И когда вы купите у меня сотни семечек, если вам повезет, 8-90 зайдет, потом вы возьмете и лишнее пересадите, расширяя свой участок, или даря соседям, друзьям, а лучше и лучше останутся навсегда. Видите, кто останется, догадались? Вот, и я всегда говорю, любой сад должен начаться с питомника, потому что маточный сад, это вот, вот это чудо. Все, благодарю за внимание, хватит, вот, некогда мне с вами лесу точить. Субтитры создавал DimaTorzok,